Игры на контроль территорий — нередкий гость на наших игровых столах. Но вот интересная, самобытная тема у таких игр встречается не часто. Приветствую вас на канале GeekMedia, меня зовут Роман, а сегодняшний обзор посвящен настольной игре «Волки». Авторами игры являются Ashwin Kamat и Clarence Simpson, для которых «Волки» стали первым серьезным проектом в их карьере. А за оформление игры отвечала дебютантка в мире настольных игр Паулина Линьяма. Принять участие в партии смогут от двух до пяти игроков, а время партии составит около 20-30 минут на человека. Тема игры весьма примечательна и, на мой взгляд, заставляет обращать на себя внимание своей харизмой. Нам предстоит ни много ни мало возглавить стаю «Волков» и показать другим участникам, кто тут главный. Каждый из игроков начинает партию со своей собственной стаи, имеющей небольшую асимметрию относительно других за счет более легкого выполнения действий на определенной территории. В процессе игры мы будем прокачивать свой планшет для усиления действий и получения бонусных жетонов, а также победных очков в конце игры. Для этого будет необходимо расширять свою стаю на поле, выставлять логово и лёжки, что в свою очередь будет важно для контроля регионов в определенные моменты игры. Помимо контроля территорий и прокачки планшета, очки нам будет приносить охота на животных, дающие жетоны добычи. Давайте же посмотрим, как играть в настольную игру «Волки». Какие интересные моменты есть при подготовке к игре? Размер игрового поля, где будут обживаться наши стаи, зависит от количества участников. У меня на столе поле для трех игроков. А за каждого последующего участника будет добавляться еще два вот таких тайла региона. Жетоны добычи и доминирования выкладываются на поле случайным образом и они будут приносить нам очки за охоту и контроль территорий. Личные планшеты игроков двухсторонние. Одна сторона используется для игры вдвоем, а вторая для трех, четырех и пяти участников. Отличаются планшеты только оформлением. А вот тайлы местности, относящиеся к каждой стае, имеют отличия. В каждом наборе тайлов есть один, имеющий одинаковое изображение местности с обеих сторон. И у каждой стаи эта местность своя. В ходе игры вам будет проще выполнять действия на той территории, которая указана на вашем тайлике с одинаковым изображением. Остальные тайлы из набора между стаями одинаковые. После подготовки поля и планшетов игроки поочередно начинают размещать своих волков на поле в центральном регионе рядом с каньоном. Несмотря на кажущуюся близость размещения относительно друг друга, подумать о ячейке для своих волков стоит. А для этого необходимо повнимательнее знакомиться с тем, какие где лежат жетоны добычи и доминирования. А также какой тип местности для вашей стаи самый благоприятный. Первый игрок совершает свой ход и далее право хода передается по часовой стрелке до окончания игры, которая наступает, когда на планшете лунного календаря будет достигнуто полнолуния. Данный календарь двухсторонний и наличие одинаковых фаз лун на календаре обусловлено масштабированием под количество участников. В ходе игры в ячейке календаря будут помещаться жетоны одиноких волков, фигурки лёжки и стайных волков после того, как они убираются с игрового поля. По достижению компонентами каждой из трёх фаз лун будут происходить сватки в регионах с этой фазы луны, указанные на жетонах доминирования. В момент сваток в активированных регионах подсчитываются очки контроля находящихся там игроков и победитель, а также участник, занявший второе место, будут получать победные очки. После проведения последней третьей сватки в полнолуние игра заканчивается. Видя прогресс на лунном календаре и оказывая на него своё влияние, вы сможете заблаговременно готовиться к схваткам, обустраивая лёжки и логово и перебрасывая членов стаи из регионов, где схватки уже произошли. В чём же заключается ход игрока? А заключается он в выполнении двух любых действий, которые при этом могут и повторяться. Всего видов действий в игре пять, и у них есть один единый принцип – тип местности целевой клетки вашего действия на поле – это цена этого действия, которое ещё будет варьироваться количеством ваших жетонов местности. Пока звучит не очень понятно, но сейчас во всём разберёмся. Механика весьма необычная и интересная. Действие перемещения. Смотрим открытую ячейку с максимальным значением в активности стаи на вашем планшете. Это количество волков, которые вы сможете переместить за одно действие. По тому же принципу смотрим скорость стаи – это количество клеток, на которые вы сможете переместить каждого выбранного волка. Выбираем местность, например, скалы и переворачиваем один из своих тайлов местности с изображением скал. Для оплаты этого действия требуется переворот одного тайла и перемещаем волков. Если бы я выбрал другой тайл местности, а не с одинаковым изображением на обеих сторонах, то он бы перевернулся на другую местность, что осложнило бы мне выполнение более дорогих действий на скалистых клетках. Но зато дало бы возможность подумать о клетках с лугами. Второй вид действия – обустройство лёжки. Выбираем клетку на поле рядом с вашим выжаком стаи или под ним. Смотрим тип местности на этой клетке и переворачиваем два тайла с такой местностью в своём наборе. Выбираем одну из лёжек на своём планшете, например, я хочу усилить действие зова, и выставаем лёжку на целевую клетку. В результате мы усилили себе одно из действий и разместили лёжку рядом с водоёмом, что немаловажно, скоро поймёте почему. А ход тем временем переходит к другому игроку, так как я выполнил два действия. Хочу обратить ваше внимание, что в ходе обзора я намеренно опускаю многие нюансы правил, чтобы дать вам возможность сформировать своё мнение о игре в рамках разумного времени ролика, а не научить вас правилам игры. В своём рассказе я не затрагиваю, скажем так, технические аспекты действий и вам обязательно надо будет ознакомиться с ними в правилах игры перед партией. Третий вид действия — улучшение лёжки до логова. Ход снова вернулся ко мне и первым своим действием я переместил своих волков в другой части поля за переворот одного тайла с лесом. Это мне было необходимо, чтобы получить скалы для улучшения лёжки. Переворачиваю скалы и снимаю свою лёжку с клетки скал, убирая её на лунный календарь. Беру логово с планшета и выставляю её на ту же клетку, откуда до этого снял лёжку. За то, что освободил ячейку на планшете, в конце игры получаю победные очки, а также сразу получаю бонусный жетон местности из общего запаса. Подобные жетоны очень полезны в делах стаи, так как позволяют сбросить их, оплачивая действия, считая любым типом местности вместо переворота своего жетона местности. Далеко не все лёжки на поле можно улучшать до логово. Для этого на клетке с ней или рядом должен находиться вожак. И лёжка должна обязательно находиться рядом с клеткой водоёма. Четвёртый вид действия – зов. Снова мой ход и выбираем клетку с жетоном одинокого волка в радиусе действия наших вожаков. У меня таких клеток четыре, благодаря усиленному ранее зову. С лесом две клетки с лугами и снега. Стоимость этого действия – переворот двух жетонов, поэтому я выбираю луга. Переворачиваю свои жетоны местности с лугами и один жетон одинокого волка уходит с поля на лунный календарь. А я снимаю фигурку своего волка с планшета и помещаю её на клетку, где находился жетон. В результате я начал получение победных очков за выставление волков на поле, а также усилил своё присутствие на поле, что обязательно мне понадобится. Пятый вид действия – покорение, который приносит в игру прямой конфликт между игроками. По своему принципу похож на зов, но позволяет снять с поля чужую фигурку лёжки или обычного волка, заменив её на свою с планшета. Выбираем чужую фигурку в радиусе дальних действия своих вожаков. Мне, например, не нравится вот эта лёжка в снегах рядом с водоёмом. Тратим три тайла на переворот – такова цена, но у меня тайлов со снегом всего два, зато есть бонусный жетон. Сбрасываю жетон, переворачиваю тайлы и убираю чужую фигурку лёжки на лунный календарь, заменив её на свою такого же типа с планшета. Я решил снять ещё одну лёжку из дальности зова, так как за освобождение ряда снова получаю бонусный жетон местности, а мне очень нравится иметь их в запасе повышая вариативность своих действий. Если я продолжу проканчивать свой зов дальше, то не только увеличу дальность действия зова или покорения, но и получу очки в конце игры, а за освобождение ряда получу бонусный жетон действия. Сбрасывая данные жетоны, вы сможете выполнить более двух действий в свой ход. Про основные действия в игре я вам рассказал, но есть ещё одно, можно сказать, действие, которое автоматически выполняется в конце любого из ваших действий без какой-либо платы с вашей стороны, если выполнены его условия. И это охота. Выполнив какое-либо действие, проверьте, не занимают ли любые ваши волки три клетки на поле рядом с одним из жетонов добычи. Если занимают и подобного типа добычи нет на вашем планшете, то заберите его себе. За это вы сразу получаете бонусный жетон действия, а также получите победные очки в конце игры в зависимости от количества своей добычи. Все жетоны добычи на планшете должны быть разного типа. А теперь вернёмся к сваткам, которые неминуемо три раза произойдут за партию. Конец хода одного из игроков. Ячейка с новолунием для партии с тремя участниками достигнута. И мы проверяем в нашем случае два региона с новолунием. При пяти участников таких регионов было бы три. Сначала считаем уровень контроля каждого игрока в одном регионе, а после этого во втором. И тут всё просто. Каждая фигурка волка и лёжки приносит по одному очку контроля, а логово три. Наличие выжака решает ничью в вашу пользу. Победитель забирает жетон доминирования и он приносит очки, указанные на его обороте. Занявший второе место очки из общего запаса согласно указанию жетона доминирования. Считаем второй регион и ждём новой схватки. После завершения третьей схватки, которая состоится в полнолунии, считаем итоговые очки и определяем победителя. Каждый игрок суммирует очки за свои жетоны доминирования и жетоны победных очков. Добавляет наибольшие полученные значения в шести областях планшета и участник, набравший наибольшее количество очков, объявляется победителем. А теперь немного личного мнения про игру. Волки подкупают своей темой, заманивают оформлениями и компонентами, интригуют игровым процессом. И вот тут, мне кажется, может возникнуть момент некоторого недопонимания между игрой и людьми, которые её себе захотят. Потому что игра по факту гораздо серьёзнее и глубже, чем от неё этого могут ждать. Волки — это игра про длительное планирование своих действий, причём сразу в двух аспектах. И оба эти аспекта намертво связаны между собой. Первый происходит на игровом поле и личном планшете. Вы будете думать над последовательностью своих действий, вариаций, за какие регионы бороться в ближайшее время или перспективе, где устраивать охоту на необходимые жетоны добычи, как в ходе этого увеличить своё присутствие на поле за счёт жетонов одиноких волков или лёжек и волков соперника, как в это вплести прокачку своего планшета для усиления действий и получения очков. А второй аспект — что для всего этого потребуется оплата действий за счёт переворота тайлов местности. И там тоже необходимо длительное планирование в правильной последовательности переворота тайлов, чтобы в нужный момент у вас была именно та местность и в нужном количестве, которое необходимо. Например, чтобы через три, четыре или пять ваших действий перед вами обязательно было три леса, иначе вы не сможете отжать чужую лёжку в регионе, где вот-вот произойдёт схватка и очки контроля будут уже не в вашу пользу. Держать в своей голове и глобальный план своей стратегии и план по обеспечению этой стратегии действиями непросто, но интересно, увлекательно и даёт вызов для участников игры. Добавьте к этому возможности по прямому конфликту между игроками на поле, заметному во время партии при большом количестве участников, наличие нюансов, правила, которые надо помнить и понимать — и мы получаем игру, на мой взгляд, обманчивую по своему первоначально визуально-эмоциональному впечатлению. Волки — это сильная, непростая и умная стратегия на контроль территорий и прокачку планшета, с элементом прямого конфликта, которое, на мой взгляд, в первую очередь полноценно раскроется среди продвинутых игроков. Требовательность к глубокому и желательно безошибочному просчёту действий на несколько ходов вперёд, умение в быструю переориентацию своих действий в ответ на действия соперников, возможность видеть вариативность своих действий на поле — всё это делает волков весьма примечательной игрой, особенно в совокупности с оформлением и самобытности темы. Надеюсь, среди наших зрителей она найдёт своих почитателей и ценителей. А с вами был Роман, вы были на канале GeekMedia и всем пока, до новых встреч! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова